всем привет дорогие зрители здравствуйте сегодня немножко покажу вам свои кактусы литопсы и отвечу на несколько вопросов меня спрашивали чем я удобряю свои растения жизнь так торопливо поэтому люди задают снова и снова одинаковые вопросы и мне приходится снова на них отвечать многих нет желания пересматривать мои старые видео где есть много очень информации полезной для выращивания кактусов литопсов и других растений где я также неоднократно рассказывала чем я удобряю свои кактусы но мы все ленимся в какой-то мере что-то смотреть и делать повторно пересматривать поэтому я показываю чем я удобряю свои кактусы сейчас снова удобряю я свои кактусы вот таким вот я покупаю в кактусных теплицах у матиаса улика удобряю я свои кактусы очень давно именно вот этим препаратом здесь написано 2 грамма в одной ложечке и мы с элёфель и эту ложечку на 2 литра воды ложечка вот так выглядит маленькая совершенно это новая купила потому что уже много коробок я за 13 лет использовала последние где-то 13-15 лет я пользуюсь вот таким препаратом очень хорошо для моих растений поэтому я не меняю и использую только это еще меня просили снять видео о самых дорогих по цене кактусов которые у меня есть в коллекции вы знаете есть конечно же дорогие есть разные и 3 евро это уже самый дешевый допустим когда-то еще когда-то когда цены не повысились но это естественно мамилярии какие-то вот этот вот хальдевентера обезьяний хвостик я ее когда-то брала но очень давно лет десять наверное назад целым растением и платила я 30 евро и это было тоже дорого на те времена если брать вот эти вот большие кактусы большие столбовидные цириусы которые у меня то конечно же есть растения которые я выращиваю столбовидные сама с небольших растений но эти растения именно мне достались по случаю или я некоторые приобрела прикупила вот этот вот допустим экземплярчик он мне понравился своим видом своими бесподобными колючками поэтому я его купила но он довольно тоже уже большой вырос я его пересаживала и вероятно еще надо будет дать ему побольше горшочек а остальные вот здесь что стоят допустим они были подарены мне поэтому конечно цену их я не могу сказать но есть растения маленькие а очень дорогие есть по 10 по 15 по 20 допустим вот это копиопоя пушистая копиопоя кранциана я ее в прошлом году приобрела за 40 евро это очень старая довольно симпатичное растение она была из личной коллекции михаила кислинга которому я езжу иногда проездом когда мы едем из италии или из хорватии мы проезжаем немножко даем крюк и проезжаем туда в теплице к михе и там покупаем растения и вот он в прошлом году очень много распродавал своих растений я купила именно вот это растение мне понравилось ну вот она 40 евро ну что я скажу а лафафоры тоже довольно очень дорогие от 25 до 60 евро тут так сразу не скажешь какое дорогое какое дешевое уже и не вспомнишь вот этот огромный астрофитум вот как вы думаете сколько он стоит он просто огромен ему много лет так что у нас разные гибриды они тоже стоили в свое время много денег вот этот хомоцириус сильвестрии он очень редкий вот таким он змеиными полосочками растет он тоже довольно дорогой но его я выросла из маленьких деток понимаете тут не скажешь так ах вот это дорогое вот то дешевое вот это тоже все стоит денег эхиноцириус вот этот ампельный который очень медленно растет очень и кто смотрит мои видео он цветет каждый год шапка просто шапка прекрасных цветов для меня он тоже был в свое время очень дорого где-то около 20 евро вы не можете купить все растения за один раз свою коллекцию если вы не миллионер если вы богатый человек то конечно вы пошли поездили по теплицам вам даже не надо покупать семена купили уже готовые экземпляры какие вам нравятся и по любой цене и выращивайте но когда человек простой и обыкновенный у него же нет столько денег каждый раз покупать за сумасшедшую цену растения если взять мои какие-то гибридные хинопсисы они тоже каждый каждый минимум 6 8 10 евро стоит есть очень подороже да кстати меня просили показать близко растения и хинопсисы гибридные как они выглядят сейчас как они выглядят на некоторых уже появляются пушки уже как бы зачаточки бутонов пошли ну и не мудрено ведь у нас сейчас уже каждый день 20 25 18 градусов но это самое малое уже идет хорошая погода февраль месяц и становится теплее и поближе показать ну что поближе ну вот так вот они конечно же все без воды один выглядит получше другой похуже они все вот скукожились как будут усохли понемножку но ничего придет время я их полью вот здесь вот тоже уже пушочки такие начинаются посмотрим как они в марте вероятно я произведу или в конце февраля произведу опрыскивание от мучнистого червеца от паутиного клеща все это опрыскиваю по чуть-чуть и я начинаю не с полива в своей коллекции а всегда с опрыскивание легкого так как я работаю с самого утра то у меня утром не получится опрыскать среди недели а это буду я делать субботу или воскресенье утром ранним когда увижу что будет хорошая погода и за день в теплице так как закрыто помещение только при жаре автоматически открываются в теплице окна если солнечная погода и они когда вы опрыскиваете когда я опрыскиваю себя в теплице они тогда за день просохнут так как опрыскивание там совсем буквально ну 5 6 7 капель она все это быстренько высохнет и вы не сможете повредить своим растением своим кактусом и в ночь ночевать они уже пойдут сухие и с ними ничего не случится посмотрите как хорош вот этот вот эхинопсис и сколько у него уже пушков видите куча пушков он будет цвести весной и здесь уже вот этот огромный тоже весь бесподобный я вижу как пробуждаются уже хотят пробудиться растения у нас на юге германии все таки теплее выходные и только в выходные имею возможность посмотреть хорошо полюбоваться своими кактусами но сейчас уже день увеличился и к счастью это все поэтому уже когда я прихожу с работы уже два дня подряд я замечала четверг и в пятницу сегодня у нас воскресенье я снимаю видео что день увеличился после работы я пришла и еще имела возможность полюбоваться своими растениями зайдя в теплицу поэтому день уже длиннее и я смогу и после работы любоваться ну вот еще даже не сняла семена потому что коробочка с семенами она еще не усохла не подсохла некоторые лобивии гибридные я прививала есть у меня прививки на продажу будут поэтому сейчас они подрастают вот допустим вот эти две и там еще есть в другом месте стоят здесь здесь дальше у меня зимуют детки и хинопсисов гибридных когда придет весна я их полью они увеличатся в размере пойдет потом удобрения и они будут подрастать это тоже на продажу вот эти вот растения это на своих корнях у меня здесь целый огромный поддом больше ста растений это у нас астрофитомы гибридные некоторые я забирала на полив и наверное я сейчас тоже несколько заберу полью потому что они еще есть среди них совсем малыши вот как этот и они хотят пить посмотрите муха зимует у меня в теплице вчера когда я заходила в теплицу я ее тоже видела она сидела здесь спала пускай отдыхает станет потеплее откроются окна она вылетит полетит себе сегодня немножко ветерок на улице вот опять же по поводу цен смотрите этот гем на коллицу он 350 3 евро 50 но он давно куплен поэтому это еще бывшие цены или там он 5 евро тоже это другие уже сейчас совсем другие цены если взять птера кактус и вот они то они не дешевые вот 950 ну и другие тоже цены на них если вы берете огромный какой-то как конечно он и стоит будет много я в следующий раз когда поеду в теплице в как обязательно поснимаю вам конкретного цены меня просили снять видео про про агавы про какие-то огромные суккуленты сколько они стоят конечно же все стоит много денег сейчас очень очень сильно подорожали кактусы ну что ж дорогие друзья немножко показала вам свои растения но еще не показала литопсы да ну а литопсы еще немножечко покажу вот меняют листочки в данный период времени с конца октября и вот сейчас февраль месяца литопсы стоят у меня совершенно не политы я из-за них не переживаю потому что я знаю в этот период они меняют свои листочки вот они еще не сильно все раскрыты некоторые даже еще закрыты вот этот допустим красавчик но придет время они откроются и поменяют старые листья уйдут усохнут а выйдут наружу новые сильные крепкие листья главное их не поливать вы должны понять одну вещь когда идет зимовка у литопса вы не должны жалеть их вы должны быть уверены в том что литопс сначала поменяет листья выйдут новые крепкие и только тогда когда старые листья усохнут вы польете новые листья все это я буду показывать на своем канале у меня много видео о литопсах и о кактусах так что кому не лень у кого есть интерес смотрите пожалуйста наблюдайте выращивайте растения сейте семена кстати сейчас пойду наверное что-нибудь посею есть у меня еще гибридные хинопсисы и немножечко астрофитумов гибридных тоже я их наверное посею если не поленюсь а вам всем желаю добра удачи люблю вас обнимаю до свидания